Доброе утро! В эфире Анфас, в студии Михаил Павловский. В Белорусской армии продолжается активная подготовка военнослужащих нового призыва. На полигонах и участках местности они упражняются в стрельбе из различных видов оружия, проходят специализированные полосы препятствий, обкатку бронетехникой, получают навыки оказания первой медицинской помощи на поле боя. Шаг за шагом укрепляют армейский строй новобранцы. Постигать военную науку начинают с малого. Строевая подготовка – элемент, который должен привить будущим бойцам чувство локтя, выдержку и дисциплинированность. Дальше – по нарастающей. Главной упор делаем на практику по огневой подготовке. На данный момент ребята все выполнили упражнение начальных стрельб из автомата на 227 полигоне. И, как показала практика, это качественно проведенное занятие. Очень неплохой результат по количеству пораженных целей в ходе выполнения этих занятий. Первые дни в армии, что знает каждый служивший, самые сложные. Не просто привыкнуть к распорядку дня, новому коллективу и требованиям командиров. К тому же обязательным становятся физические нагрузки, привычные далеко не для всех. Сначала было тяжело, сразу какая-то суета. Повели туда-туда в столовую одеваться. Все быстрее, быстрее. Привык как-то не гражданке все на расслабоне делать, а тут построже. Первые дни просто пролетели моментально. Потом как-то со временем мы начали привыкать к всему. У новобранцев сейчас есть возможность ознакомиться с тренажерами, на которых предстоит заниматься перед тем, как сесть за рычаги танков и штурвалы артиллерийских систем. Саму технику, несмотря на огромное желание, парни уже увидят после того, как получат определенное знание. На танке хотелось бы поездить уже. Все-таки интересно. А ты будешь танкистом? Буду механиком-водителем Т-72Б. До этого работал на железной дороге и был машинистом тепловоза. Побольше весит, поэтому нормально воспринял. Все отлично. Новое пополнение будет осуществлять в дальнейшем подготовку непосредственно здесь, на базе воинской части. Они уже разбиты по взводам и по тем специальностям, как это командиры танков, наводчики орудий танков, механики, водители, специалисты артиллерийских подразделений. Более 16 специальностей. Не менее интенсивно проходит служба в Мариной Горке. Отбор силы спецопераций самый тщательный. Многокилометровые марши, выживание в лесу, поиск объектов, введение огня изо всех видов стрелкового оружия. Все это впереди у разведчиков. Сейчас акцент на основах военного дела. Стрелял в первый раз. Поразил четыре раза. Два одиночными, два очередью. До этого никогда не стрелял. Проводилось большое количество времени холостого тренажа. Показывали, как собрать, разобрать оружие. Сегодня удалось реализовать навыки. До этого служил брат. Я видел, как это все происходило. Интересно все, красиво. И тогда захотелось послужить самому. Неотъемлемая часть учебы – воздушно-десантная подготовка. Укладка основных и запасных парашютов отрабатывается в небольших группах. Каждое действие проверяется офицерами. Бок о бок с ними работают опытные сержанты. Сейчас очень много появилось ответственности, потому что перешел из солдата в командир отделения. Появился свой личный состав. Должны подавать пример, быть образцом, все показывать, рассказывать, общаться с ними, следить, чтобы не было никаких проблем. У них есть обязательный курс – 30 часов воздушной подготовки. Кто все эти часы не прошел, он не будет допущен к прыжкам. Все укладывают по этапам, с командира взвода. Каждый этап объясняется. Все выполняется только по командам, чтобы все довелось даже до физической памяти. Все элементы прыжка многократно прогоняются на земле. Отделение от борта самолета, выдергивание ручного звена, правильное приземление. Под каждое действие создан специальный тренажер. Нештатная ситуация у нас отрабатывается на данном комплексе постоянно. Каждый военнослужащий должен знать все свои действия. Всем это все рассказывается на каждом занятии, показывается. Все это отрабатывают минимум 10-15 раз. Подготовку они прошли практически в полной мере. И в дальнейшем они уже готовы улаживать свои парашюты к боевому курсу. На данном комплексе мы находимся 3-4 раза в неделю. Тренируюсь по 2-3-4 часа на воздушно-дистантной подготовке. Желание спарашюта тут у каждого имеется. Все ради этого сейчас и тренируются, и стараются. Первым мой будет прыжок. Это волнительно, но и интересно. Новое пополнение в армии уже больше месяца. Первые навыки получены и закреплены. Дальше служба станет еще более насыщенной. Тренировки и учения, усиление охраны государственной границы. С таким графиком через год-полтора на гражданку выйдут уже не юноши, а настоящие мужчины, которым по плечу любые задачи. В эфире Анфас. Новости столичного гарнизона продолжат программу. В Гомельской и Могилевской областях прошло специальное учение вооружения белорусской армии. Военные отрабатывают модели обеспечения соединений и воинских частей ракетами и боеприпасами, решают вопросы повышения живучести, ликвидации последствий нанесения условным противникам ударов. В тренировке принимают участие военно обязанные. Для этих воинских частей это практическая направленность, отработать вопросы при воздействии диверсионных разведывательных групп и сплотной летательной авиации. Для сил и средств управления техническим обеспечением это теоретическая отработка и с практической выдачей нарядов и распоряжений действуем войск. На полигоне под Борисовым прошел конкурс среди военных комендатур «Страж порядка». На старт вышли шесть команд. Участники состязания в течение нескольких дней сдавали нормативы по огневой военно-медицинской топографической подготовке. Один из самых напряженных этапов – поиск и задержание преступника с применением служебных собак. В столичной гимназии номер 35 присвоено почетное имя героя Советского Союза Евгения Мерковского. В годы Великой Отечественной войны он командовал разведгруппой «Ходоки», а затем партизанским отрядом имени Дзержинского. На счету народных мстителей – десятки пущенных под откос эшелонов, нарушения линий связи и уничтоженной техники нацистов. Подразделения во главе с Евгением Мерковским смогли добыть массу важной информации и необходимой для победы над фашистами. В Борисовском учебном центре стартовал сбор с учащимися 10-х классов системы кадетского образования. Занятия пройдут в течение 10 дней. Ребята знакомятся с воинскими традициями и ритуалами, бытом солдат и офицеров, вооружением и техникой. Также в программе широкий перечень интеллектуальных и военно-спортивных игр. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении приняли законопроект о народном ополчении. Этот элемент обороны призван укрепить безопасность страны перед лицом новых угроз. Кто и как сможет помочь сохранить родной край, попробуем разобраться. Все-таки хорошо, что мы не ждем в созерцательном настроении, когда вдруг явятся гости на бронеавтомобилях с автоматами. А гости-то уже у порога, можно не сомневаться. Иные белорусские националисты, готовые из-за Украины умереть, даже тренировку прошли по вторжению без приглашения в Белгородскую область. А опыт иногда требует дальнейшей реализации. К тому же мы живем в эпоху, когда неподготовленность порождает агрессию. Потому и укрепляем позиции неустанно. Еще до резкой актуализации угрозы со стороны диверсионно-разведывательных групп в Беларуси, к примеру, создали территориальную оборону, о фактическом отсутствии которой сейчас сожалеют россияне. Но и территориалов может не хватить, ибо в каждом регионе действует ограниченная по численности и задачам подразделения. А потребности в защите вполне может быть выше. Да и лазеек нет только у всеобщей системы обороны. Сделать ее таковой решено с помощью народного ополчения. Я уже не раз говорил, каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь как минимум обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли, если понадобится страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого. Многие это понимают. Поэтому мной была поставлена задача Минобороны совместно с МВД проработать вопрос создания народного ополчения. Проект соответствующего закону подготовлен. Кстати, в России при атаке диверсантов морщин добавило отсутствие механизмов вооружения граждан. Запрос у них на собственную защиту был, моральный дух бороться позволял, а как вооружить людей, как это работает, никто не знал. Вопрос даже на различных ток-шоу широко обсуждался. Может быть, нам надо возвращаться к идее народного ополчения в приграничных территориях, Белгородской, Смоленской, Курской, вооружать мужиков, давать технику и разрабатывать методы, что если враг пошел, то мобильными группами стягиваться, вставать, занимать позиции. То есть как-то возвращаться к старому, но на новом уровне. Кстати, неплохо было бы этот процесс с россиянами синхронизировать. Пока что разбалансировка и разный скоростной режим по работе на соответствующем законодательствам налицо. Я считаю, что принятый закон в Республике Беларусь о народном ополчении очень важен. И в этом отношении он полностью соответствует современной международной обстановке. И я уверен в том, что, во-первых, этот закон повысит обороноспособность Республики Беларусь, а во-вторых, создаст условия и точки соприкосновения для контактов с Российской Федерацией. И в этом отношении у России и Беларуси в этой области может быть очень плодотворное сотрудничество, как с точки зрения совершенствования нормативно-правовой базы, так и с точки зрения обмена опытом. В Беларуси еще при разработке законопроекта о народном ополчении на практике изучили особенности и подводные кампы. Первую тренировку провели в Климномовском районе осенью 2022-го. Проведено занятие по порядку формирования народного ополчения. Отработаны как теоретические составляющие, так и практические компоненты. Порядок выдачи, учета оружия, боеприпасов, выполнение отдельных задач. Проект закона об ополчении определяет, что соответствующие отряды будут создаваться в городах, поселках городского типа и сельских советах одновременно с формированием в административном районе территориальных войск. Ключевая задача добровольцев – содействие органам внутренних дел в защите собственности, охрана объектов, поддержание порядка. Грубо говоря, если территориалы будут работать на блокпостах и важных узлах инфраструктуры, ополченцы прямо в своих дворах. Общее руководство ополчением будет осуществлять местный совет обороны, а непосредственное – территориальный орган внутренних дел. Мы просто в нынешней обстановке обязаны реагировать и думать про безопасность и оборону нашего государства. Тем более все те требования, которые предъявляются головой государства, что прежде всего это всенародность характера обеспечения защиты. Наращивая эти понятия, мы уже практически полностью отработали весь цикл подготовки закона о народном ополчении, провели эксперименты на некоторых сельских советах и видим, что это тоже дает очень положительный результат. Люди активно откликаются и готовы участвовать в защите нашей Родины. Что ж, остается и дальше умело идти по тонкому льду безопасности в нашем регионе. Просто нужен простой алгоритм подключения людей к обороне, своих семей в своей стране. Этим и занимаемся. В старых дорогах прошли состязания названия лучшего расчета радиационно-химической биологической защиты белорусской армии. Мы развернули свои телекамеры на финальном этапе. На финишную прямую состязание вышли порядка 50 участников. В каждом расчете по три человека. Командир, старший химик и водитель. Наступает момент истины. Каждым годом конкуренция растет. Участники уже совершенно по-другому настраиваются на проведение данных состязаний. Отбираются лучше. Ну и максимально показывают свои профессиональные навыки и мастерство. Финальная программа состоит из трех этапов. Применение оружия, преодоление зараженного участка местности и огненно-штурмовая полоса. Все элементы участники преодолевают в противогазах. Бежали в средствах защиты противогазе ПМК-1. Нам привычно уже. Главное все бежать одним темпом. То есть не сбивать дыхание. Протяженность огненно-штурмовой полосы 500 метров. Практически на каждом отрезке преграды, траншеи, окопы. Самый сложный элемент – это преодоление водной преграды. Там работает все тело. На тебе и противогаз, и оружие, недостаток кислорода. Привыкаешь. Хорошая подготовка, выносливость. Ну и характер немалую роль играет. Для того, чтобы создать максимально реалистичную обстановку к боевой, участники на полосе встречаются с открытым огнем, дымовой завесой, подрывами. Взрыв в пакеты подбрасывают самый неожиданный момент для того, чтобы проверить не только физическую, но и психологическую выносливость. Для сержанта Никиты Блинкова подобные состязания первые. Готовился несколько месяцев и показал достойный результат. В планах на будущее побить собственный рекорд. Бегал в бронежилете в противогазе по километру, по два, и наращивал эти дистанции. Нас на это тоже готовят, мы это проходим, останавливаться не собираюсь. Я буду готовиться более усиленно, буду выжимать из себя все, что едет. По итогам состязаний первое место у расчетов стародорожской бригады радиационной, химической и биологической защиты. Десантники из Визипска стали вторыми. У курсантов военного факультета Белорусского государственного университета бронза. Как утверждают организаторы, лучшие наработки лидеров будут тщательно проанализированы и внедрены в практику подготовки войск. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воинтв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в Ютуб. На сегодня это все. Вы смотрели Анфас. С вами был Михаил Павловский. Мирного неба вам. И до встречи на канале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»